Отдохнуть 6 недель от своей работы и понять, что нафиг вы никому не были нужны. Сейчас смотрим просто какой-то лакшери дом. Но 11 миллионов пока нет, к сожалению. А как можно было джакузи поставить в спальню? Гавайи. Лучшее место для отдыха. Реалити-шоу Lingua Airbnb. Ребята, просто доброе утро. Как вам такой вид? Я сижу, пью кофе и просто в шоке от того, что происходит. Это настолько какой-то прогресс. То есть стоило взять вот этот... Во-первых, отдых на 6 недель, когда отдыхала. Я вообще сделаю видео максимальное, напишите, кому надо, с инсайтами своими. Потому что я много читала, много просто размышляла. Первая мысль это то, что когда ты уходишь как креатор на 6 недель в отпуск, у тебя доход примерно падает... Ну не до нуля. У меня там заключались новые контракты. Но короче, креатору в отпуск уходить максимально противопоказано. Одна из причин, почему мы сейчас здесь. Потому что сразу завтра я уже улетаю на Гавайи. Я хочу делать пассивный доход. И мне сейчас максимально хочется понять, как зарабатывать на Airbnb. Потому что я хотела бы сделать какой-то блогерский Airbnb. Тем более сейчас Airbnb запускает такую тему. Блогерские какие-то экспириенсы. А вот это Airbnb, чтобы вы понимали, вот этот дом. Мы заплатили 5 тысяч долларов за 2 ночи. Можно было заплатить дешевле. У нас просто здесь будет ужин для студентов. И мы заявили сразу там сколько человек по максимуму в этом доме. Чтобы не пришли, не сказали, что вы там заявили 2, а у вас тут 10 человек пришло. Но сам факт, что эти ребята с этого дома делают примерно 60 тысяч долларов в месяц. Понятно, что 20% обычно отдается агенту, который это все менеджит. Там плюс еще уборка и так далее. Но я думаю, что это 40 тысяч в месяц. 35-40 у них выходит. Я уверена, что у этого дома полная загруженность. Потому что мы еле-еле в эти даты вписались. Я разговаривала с ребятами. Вот сейчас по Гавайям будем разговаривать. Тоже 30-40 тысяч долларов. И это пассивный доход. Реально пассивный. Потому что у тебя все менеджится. И это вот одна из мыслей, с которыми я вернулась через эти 6 недель. Вторая мысль, знаете, какая? Когда ты уходишь как креатор на 6 недель, вот я очень боялась уйти в отпуск. Потому что мне казалось, меня сейчас забудут все, меня забудет алгоритм и так далее. Реально так и стало. У меня упали просмотры. У меня подупало все. Ну, все, что могло упасть, все упало. Но для меня случился просто максимально крутой инсайт, что я настолько заменима. Мы же все время живем, нам кажется, мы такие уникальные. Мы такие вот, надо вот это сделать, вот это. А что люди подумают, а что? Когда ты уходишь на 6 недель, ты понимаешь, что людям настолько пофигу, что тебя заменили уже в раз, и ты никому не нужен. И ты приходишь к ощущению того осознания, что ты должен делать только то, что кайфово тебе. Потому что ты вот так стараешься для людей, потом тебя нет, люди для тебя стараться не будут. Ну, в общей массе, я не говорю, семья, друзья там и так далее. Но в общей массе ты просто крошка-песчинка никому не нужная. И когда ты это понимаешь, ну вот я реально вернулась, у меня пропало расписание на всех каналах. На Silicon Valley Girls что-то мне неохота сейчас снимать. Я и не снимаю. Потому что я понимаю, что типа стараться ради чего-то, ради алгоритма, ради еще чего-то, мне не хочется. Вот у меня сейчас запрос максимально снимать интервью, максимально встречаться с ребятами. Сняла Сашу, сейчас придет Соня Ейсман, потом придет Женя Минокурова. Вчера снимали Анастасию Таланкош из ПА. Вот у меня такой запрос, я хочу сейчас общаться. И это настолько круто. Это настолько отпускает. Вот я прям вам очень-очень рекомендую отдохнуть 6 недель от своей работы и понять, что нафиг вы никому не были нужны изначально. Очень помогает. Я не знаю, что я делаю. Там еще протеин. Сейчас будет очень интересно. Cheers. Фу. Фу. Это просто жесть какая-то. Соня буквально будет через 20 минут, и я посмотрела ее очередной влог. Но когда готовлюсь, я смотрю, понятно, контент людей. Увидела, что они так красиво. Глазы накрашены, думаю, тоже надо накрасить. Ребята, еще важнейшим моментом хотела с вами поделиться про опору. И про то, как много мнений вокруг. Эмоциональная стабильность, она приходит тогда, когда ты очень спокойно относишься к похвале и также спокойно относишься к негативу. И вот тогда совершаются прорывы. Если мы посмотрим, ну опять же, все предприниматели, Илон Маск, который там строил Теслу, ему все говорили, закрывай, он сидел, плакал, у него кончались деньги, инвесторы в него не верили. Да, вот эта опора, она была внутри. Это опора, которая помогает тебе доводить дела до конца и доводить свои идеи и свои цели до конца. Опять же, я уже 9 лет это проживаю вместе с вами. Жизнь удивительна, жизнь прекрасна. И мне так, конечно, нравится, как я сейчас выстроила свою работу, что я вот так вот могу приехать на 2 дня в красивый дом, пригласить сюда людей, которых я сама смотрю, и задавать им вопросы, которые меня интересуют. Просто кайф. Погнали! Ребят, смотрите, картина, она не меняется. Все тот же овощной суп, хлебушек, просто с другим видом. Просто реально ощущение, типа я в Питере, пришла после школы, включила телевизор, там идет Беверли Хиллс 90-210. Я кушаю супчик на кухне, мама мне подогрела, сейчас надо будет делать уроки. Ну, просто картинка другая, а ощущение реально, что удивительно, те же самые. Я сейчас не хочу сказать, что там это все неважно и так далее, но внутреннее ощущение, с которым ты смотришь на жизнь, оно одинаково и в Петербурге, ну, по крайней мере, у меня, и здесь, в Малибу. Это очень классный инсайд. Я сейчас с Соней говорила. Боже, какая она приятная девушка. Ну, тоже удивительный момент, что она переехала из России в пять лет, и она все равно общается с русскоязычными ребятами, ей приятнее снимать влог на русском языке. Я уже после Насте убедилась, Настя мне вчера сказала, Коша, которая, что она видит себя, переехавшая обратно и так далее. Я настолько убеждаюсь, что культура, в принципе, твоя, она с тобой навсегда. Ну, вот откуда твои родители, ты в этой культуре. И вот меня постоянно там любят ребята говорить, что, типа, ну, вот стандартное обвинение блогера, то, что ты, типа, на своих зарабатываешь зафига, ты в Америке живешь, переезжай, да, или что ты вот на русском, раз ты переехала, хватит. Мне кажется, это никогда от нас не уйдет. Мы все время будем со своими ребятами общаться. И когда мы это себе разрешим делать, никогда мы не будем это отрицать, будет жизнь гораздо легче. Начинаем собираться, у нас сегодня ужин, у нас будет 8 человек. Ребята приехали просто с чемоданами лук, это правильно, так надо делать, у нас целый канал с референсами, ребята начинают снимать. У нас будет интервью, мы поговорим, потом у нас будет ужин, очень класс, все создают контент, это не может не радость. Субтитры сделал DimaTorzok Сильно красиво, что ужин, что курс, что Марина. На самом деле, очень бомбическое место, красивый дом, мы сняли очень много контента, очень классные люди. Я не пожалела ни на секунду, я не пожалела ни об одном потраченном центе, именно потому, что во время этого наставничества произошел вот этот мэджик. На самом деле, это одна из причин, почему я пришла на этот курс как VIP. Это дает возможность лично пообщаться и поработать с людьми, которые любят свое дело. Мы получили прекрасные знания, ответы на вопросы. Я безумно рада сегодня находиться здесь. И Марина огромный пример того, что потолка не существует, это огромное вдохновение. То, что нас собирает людей вокруг себя, дает возможность знакомиться, расширять свои горизонты, это бесценно. И такие вечера, это как раз про качественные человеческие отношения. Мне очень нравится этот вечер, и спасибо Марине. Большое спасибо Марине за такой чудесный вечер. Доброе утро, ребята. Перед вами человек, который не может спать в поездках. Я уснула в 4 часа утра. После персенчика. Вот не успокоить мозг, вообще не успокоить. У меня дома таких проблем почти не стало, но в поездках не могу успокоить мозг. Я думаю, как там дети, как там Дима, как они доберутся, забуду ли я что-то с утра и так далее. Просто второй момент. Забыла предупредить чирокейперин, кажется, нельзя чеснок никуда класть, у меня он не переваривается. Поэтому у меня очень плоский шумфот. О, боже мой. Ну, я, кстати, более-менее мудрячком. Я сейчас пойду снова беру вон, возьму себе какой-то, я не знаю, рис, черный чай и какую-нибудь таблеточку. Вот. И полечу на Гавайи к своим пупсикам. Субтитры сделал DimaTorzok Дима привёз меня на красивый ужин. Тут очень красиво. Вы знаете, что тут такое, как будто тут классная цивилизация в отеле, но при этом ты куда-то буквально уезжаешь и всё, и у тебя максимальное единение с природой. Дизайн красивый. Мы поняли, что лайфхак в том, что тут очень мало народу, поэтому очень ощущается хорошо и спокойно. Ты обо всём перестаёшь думать. Вот как информационное поле людей давит. Да. Ещё из-за этого не дали несколько премий, но когда-то точно докажут, как мы невидимым чем-то друг на друга влияем. Это правда. Мне кажется, эта поездка на Гавайи у нас получается вот чисто такой формат удалённая работа, потому что я туда ехала, понимая, что я там буду работать. То есть я себе не говорила, что мы там с утра на море, потом на экскурсию. Я говорила себе, да, Марина, у тебя будет свободное время, но ты при этом будешь работать. И мне кажется, вот такие поездки, они реально квинтэссенция вот этого понятия удалённая работа, да, когда ты можешь просто сменить картинку за окном, и у тебя начинаются креативные идеи, у тебя начинается новое вдохновение, ты по-другому смотришь на свою ежедневную рутину. Мой план теперь постоянно выезжать на такие перезагрузки, потому что, например, моя профессия, блогер и предприниматель, у которого всё в онлайне, идеально под это подходит. Также большой выбор удалённых профессий есть, естественно, в сфере IT. И любой желающий может найти себе направление в этой сфере по душе. А чтобы не ошибиться с выбором, обратите внимание на курс онлайн-школы Skill Factory «IT-специалист 0». Skill Factory является спонсором этого видео. Курс начинается с профориентации. Вы сразу попробуете 9 профессий, чтобы понять, какая именно зажигает вас больше всего. А когда определитесь, приступите к обучению. Обучение специально предназначено для абсолютных новичков, и поэтому 80% обучения – это практика у реальных заказчиков. Так что после курса у вас будут не только знания, но и готовое портфолио, чтобы выделяться среди других кандидатов. Карьерный центр подготовит вас к собеседованиям и поможет составить резюме. И самое главное, что мне очень нравится, если по окончании обучения вы не найдёте работу, Skill Factory вернёт вам деньги. Эти условия прописаны у них в оферте. Весь ноябрь в Skill Factory проходит «Чёрная пятница», и по промокоду Могилко вы можете получить 60% скидку на этот курс, а также получите возможность поучаствовать в командном проекте с призовым фондом. И это будет не только крутой кейс для вашего портфолио, но и возможность заработать деньги прямо во время учёбы. Поэтому смело переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Skill Factory учит те, кого берут на работу. Мы просто раз в своё место, и все фоткаются с закатом. Главная достопримечательность — фоточка с закатом. Знаете, что удивительно в ресторанах в Америке? Ну, наверное, это везде по миру, но если что-то они накосячили, или ты говоришь, что тебе прям невкусно, они уносят блюдо и не чаржат тебя, а здесь нам даже предложили другое. У Димы было предыдущее блюдо, слишком острое, но он ещё там нашёл скорлупу, и нам заменили. Он сказал, что у тебя рук нету, скорлупу будет. Резюме всегда — носите скорлупу с собой. Наша основная цель приезд на Гавайи — не отдых, а покупка недвижимости. Покупка недвижимости под сдачу. Сейчас будем смотреть с вами объекты, и буду рассказывать, как можно здесь зарабатывать на Airbnb. 11 миллионов долларов. Это наш первый просмотр. Мы сейчас смотрим просто какой-то лакшери дом. Но 11 миллионов пока нет, к сожалению. Вот, но это просто... Знаете, мой папа всегда любит сначала начать с лучшего, а потом заработать до этого. Вот у нас примерно такая же, походу, стратегия. Я не понимаю вкуса человека. Он куда-то исчез, да? Когда делался этот дом. Как? А как можно было джакузи поставить в спальню? Вот такую уличную джакузи. Вот это просто массажный салон в Таиланде. Вот прям один в один. У меня задача на все эти просмотры — отключить маму, которая ищет дом своим детям, и включить предпринимателя, который просто считает экономику, тупо считает экономику. Сходится, не сходится. Airbnb работает здесь, не работает. Какие риски, какие угрозы, извержение вулкана и так далее. Пока я, знаете, первая, что посмотрела, естественно, этого дома школы. Двойки и тройки из десяти по рейтингу. В общем, ребятушки, 6 тысяч долларов в сутки доход. Забит на 93%. А лоты в среднем вот эти стоят 10 миллионов долларов. Поэтому типа цена 11700, правда. И получается, что выгоднее иметь вот такой дом и сдавать его, чем 10 домов по миллиону. Ну, а мы начнем с домов по миллиону, правда. Это мы смотрим дом, который нужно более реально купить. Полтора миллиона долларов. Сдается за 700 долларов в сутки. Почти все время сдан. Ну, в общем, выглядит прикольно. У нас сейчас такое составление представления о том, что можно купить. То есть понимание экономики и вообще изучение вот этого острова. Остров классный. Ну, я что хочу сказать. Брайан Чески такой молодец. Просто сделал сотен тысяч людей в бизнес такой мультимиллиардный. Вот это бизнес. Вот это я понимаю. Классно, когда они играют вместе. Просто они просыпаются с утра. Обычно с утра у них хорошее настроение. Они начинают играть. Не ссорятся. Какая. Ой, боже мой. Ты же моя царь. Вставай, сапри. Боже, это самое милое, что я сегодня видела. Класс. Набрали папайю. Идем делать обид. Мы нашли что? Мы нашли пляж с черным песком. Самая лучшая активность на море это снорклинг. Мне реально так нравится. Я на Мальдивах, когда поняла, что это круто, я не вылезала из моря. И тут можно делать то же самое. Рыбы здесь такие же, как на Мальдивах. Может, чуть-чуть менее прозрачная вода, но здесь безумно красиво. У меня просто реально ощущение, что мы не в Америке. У меня ощущение, что мы где-то между Таиландом и Мальдивами и еще чем-то. Но ощущение за границей и Мексикой. Смотрите на эту воду. Просто посмотрите на эту воду. И черный вулканический песок. Ребятушки, я вам просто от души рекомендую. Давай. Вы куда идете, Лилюш? Купаться. Купаться? В джакузи? Тебе там нравится? Да. Кто сегодня тур дома проведет вам? Я. Ну давай, рассказывай нам, как ты тут живешь? Хорошо. У нас тут комната. Там у нас такая штука, там мы смотрим мультики. Мы тут сейчас записываем каналы. Все, теперь ты, мама. Давай. Ты мне скажи, тебе нравится на Гавайях, Зай? Да, нравится. Нравится? А где больше нравится, дома или на Гавайях? На Гавайях. Тут бы хотелось остаться жить? Да. Хочу вам быстрый тур провести по тому, где мы живем. Мы на самом деле живем в одном из Airbnb Алексея. У них женой их очень много. И это их такой дом, который они делали изначально под себя на Гавайях, а сейчас они его сдают. Мы на самом деле на довольно большом отдалении от всего, но у нас вот такой вот вид. И что классно, здесь, конечно, очень крутая территория. Давайте я вам покажу. Она у них огромная на самом деле. Здесь у нас завтрак. Я здесь вебинар свой проводила вчера. А здесь такие лежаки. И вот здесь они хотели бы сделать бассейн. Но тоже интересно, что бассейн здесь будет стоить примерно типа 300-400 тысяч долларов. И получается, так они уже его сдают. Получается, что доход от бассейна не сильно покроет на него расходы, поэтому они решили не делать. Но территория у них огромная на самом деле. Дети у нас носятся, вы могли заметить в инстаграме. Там у них джакузи, там Лилюша сейчас сидит. Здесь такой холм, где можно посидеть. Посмотрите, вот там просто, знаете, вот сразу видно, что под себя делался дом изначально. Потому что у них тоже двое детей погодок. И у них тут просто море всего для малышей. Здесь горка. Тут душ уличный. Здесь тоже такая зона. Посмотрите, кухня. Это просто то, что спасает моих детей всегда. Они могут играть в эту кухню часами. Здесь мы с Димой. Очень классно мы просыпаемся с утра. У нас такой вид на океан. Знаете, не какой-то такой люкс-люкс, но настолько все удобно и продумано. Ванна. Здесь прачечная. Здесь, внимание, кинотеатр. Вот такой. Прикол в том, что наши дети первый раз были в кинотеатре, вот в этот отпуск, вот в этом кинотеатре. Они просто такие увидели этот большой экран, с вот такими квадратными глазами смотрели. Я думаю, что они готовы к тому, чтобы сходить в кино. Ну, Эмили, по крайней мере, готова сходить на какой-то мультик. Здесь я завтра буду ввести открывающий вебинар курса маркетинг. Это такой кабинет. Смотрите, даже приступочка для малышей есть. Вот примерно вот так трехбедромный дом, 700 долларов за ночь. И это стандартные цены на Гавайях. Тут классные отели. Ну, типа, отели я смотрела 500-600, а если прям суперлюкс брать, то 1000-1200. Это Биг Айленд. Мы на Биг Айленде находимся. И тут, конечно, райски. Мне очень нравится. Вы понимаете, ребят, я только что осознала, что все вот эти вот штуки, которые мы видим во всех мультиках, фильмах, вот эти футбол... рубашки, которые все русскоязычные мужчины в Турции носят с закатами, это же отсюда, это здесь, Родина-то все. Вот этих штук, вот этих закатов, вот этих футболок гавайских рубашек. Кукаш. Гавайи. Лучшее место для отдыха. Сто пудово. Гавайи и Мердивы. Пал народу кайф. Тут реально из всех мест Гавайи и Мальдивы идеально. Мальдивы чуть пожарче. Здесь идеальный климат. Не влажно, не жарко. И просто вода не горячая, не холодная. Искупался, можно сколько угодно купаться, вот прям хорошо. Выходишь вообще, даже вечером не холодно, не холодно, не мурашек. Zero. The best. Strongly recommend. Ребята, сейчас будет апартамент. Сейчас будем смотреть апартаменты, которые уже на самом деле купили. Просто мне интересно посмотреть, что можно за 700 тысяч. То есть, мне кажется, завтра мы посмотрим очень классные, которые мы бы хотели купить, но их только что купили. Вот. За миллион двести. А сегодняшние 700 тысяч или 600, трехкомнатные. Подходят под сдачу. И напоминает мне очень первое наше жилье в Америке, когда мы жили в Mountain View. Так, квартира с мебелью, да, идет? Квартира идет с мебелью. И даже, вот я хотел показать, смотрите, что тут есть. Panasonic из 80. О, я помню, что это такое у нас у всех было. Ребят, еще на 6 дисков. А, диски есть? Диски есть, вот тут написано сиденье. И я надеюсь, их 6 там. Помните, когда было 6 дисков у нас? Мне кажется, он... А, вот, 5. 5, вот, я же говорю, я узнаю, узнаю, это мое детство. Прекрасно, там еще когда-то даже диск стоит. Класс. Слушай, очень даже ничего. Очень даже ничего. Очень даже, да, Дим? Да, порядок. Вообще. Матрасы поменять, мебель, ну, ладно, вот это надо менять, конечно. Да, это все. Ну, и ванну, конечно, хорошо бы поменять. Но, кстати, вот, ребят, может быть, вам смотрится это странно, но вайп тут нормальный. Тут нету какого-то, знаете, когда заходишь в квартиру, прям плохо тебе. Здесь очень хороший вайп. Наверное, за счет вида, да? Да. Когда ты знаешь, что у тебя такой вид, тебе как бы легче. То есть это западная сторона. Зимой и летом солнце заходит в разных местах. Зимой чуть левее. Ты где-то Ocean View. А летом чуть правее. И это Ocean View, поле для гольфа. И классно то, что сразу после поля для гольфа начинается скат горы, и здесь никогда никто ничего не построит. То есть ты купил, и навсегда забронирует для себя этот вид. А скажи, какая экономика тут? Значит, этот юнит при первом взносе 25% будет приносить 40 тысяч ботов. И это активная уже лицензия используется. Собственно говоря, хозяева его купили у Builder в 81 году. Мебелировали, поставили проигрыватель в наш Panasonic. И с тех пор ничего не меняет. То есть здесь, по-моему, старые матрасы, старые шторы, которые им 40 лет. Все вот оригинально. Ну, это что-то немножко обновить. То есть тебе условно нужно просто каждый раз накапливать на Down Payment. Да. Все остальное покрывается на стоянке. Все остальное покрывается. Соточку и покупать каждый год по квартире на Гавайях. И они будут сдаваться, а ты детям копишь на безбедное будущее. Рент растет. И получается, что чем дольше ты ее держишь, тем выгоднее она становится. Мне очень нравится. Очень хороший вариант. Вот реально класс. И очень хорошие деньги. Мне очень нравится такой вариант. Да это просто кайф. Это motion view. Ты видела, какой там вид? И тут такой вот второй этажик. Детский. Ой, прекрасно. Детский этаж. Посмотрите. Понятно. Это надо переделать. Я бы ванну переделала полностью. Я бы сделала новую ванну здесь. Я бы сломала эту стену нафиг. И сделала здесь новую душевую. Вот потолки немножко удручающие. Хотя, наверное, можно их сломать. На эти потолки. Тут много переделывать нельзя, я так понимаю. Потому что это билдинг. Но что там можно будет сделать? Такое vacation home. Прекрасно. Но даже завтра покажу, ребят. Будет вообще пушка. Это так. Ну, типа, это хорошо. Оценка инвестиционной привлекательности. Во-первых, это occupancy rate. Средняя загрузка. То есть здесь она примерно 85-90% в зависимости от комплекса. То есть таких цифр нет нигде. Обычно это у тебя или горнолыжка, или люди на пятницу, субботу, воскресенье приезжают. На Гавайи люди прилетают весь год. Круглый год. Средняя продолжительность отдыха примерно 5,5 дней. В том числе вы попадаете в западную медицину. Эвакуация с пляжа, вертолеты, все. Главное, чтобы не понадобилось. Главное, чтобы не понадобилось. Но если вдруг понадобится, о вас позаботятся профессионалы. А здесь нету частных пляжей. Здесь все в публичном доступе. Здесь работают... И так все хорошо сделаны, все пляжи. Прям... Да. Здесь американские дороги, здесь американские машины, и работают американские законы. То есть мы в Америке, но при этом тут... Но при этом в Таиланде. Но при этом в Таиланде. Красота. Давайте с вами глянем кухню. Мне это напоминет. Вы знаете, мы недавно снимали... Ну как недавно? Пару лет назад снимали у нас на океане. Около Кармеля. Вот примерно все то же самое. И мы платили тебе 600 долларов в сутки. Это было сумасшедшее что-то. Ну вот... Да, конечно, кухню тоже бы хотелось поменять. Но это не первостепенно, наверное. А, плиту надо будет поменять. Конечно, плита это... Это такое-такое. Хочется все улучшать, но на самом деле вот эти детали, они уже не так сильно будут влиять на стоимость сдачи, на стоимость аренды. Поэтому всегда нужно думать, окей, я если улучшу это, насколько у меня вырастет доход по этой квартире. Если не сильно, то смысла как бы менять этого особо нет. Ребята открыли для нас гавайский бизнес. Выглядит очень интересно. Гавайи не пушка вообще. Мне очень интересно. Реально если... Да, если реально так экономика работает, то это реально в классном портфолио. Да, так хочется через 10 лет реально или меньше 50 тысяч долларов в пассивном месяце. По факту реально покупая просто... Ну, деньги на down payment, и дальше все. Ну, то сейчас с этого момента дальше все начинает уже очень быстро сходиться. К слову, то, что ребята рассказывали. Это прикольно. Знаете, нашли мы классный вариант, но классные варианты, они на рынке не задерживаются. Сегодня с утра уже до просмотра нам написали, что ее продали. Но просто вот покажу вам квартиру, которая просто... Ну, единственный момент, здесь нету вида на океан. Очень часто мы видим, что здесь есть вид на океан, но она находится в закрытом комплексе. Здесь рядом рестораны, все лучшие пляжи. То есть до всего 2 минуты. Единственное, что далеко до продуктовых магазинов, потому что они в другом городе, но есть доставка Инстакарт, которую доставляют от Костка и Сейфвей. Смотрите дом. Значит, здесь терраса, такая мастер-спальня. И знаете, что? Здесь было Airbnb. То есть здесь уже все готово к приему гостей. Вот такая вот гостиная. Дима ходит. Все в прекрасном состоянии. То есть вот эта вот квартира, в отличие от той, ну, понятно, она в 2 раза дороже, у нее намного лучше локация, но при этом у нее вообще ничего делать не надо здесь. Просто заезжай и живи. Даже все для готовки есть. Ну, то есть все осталось от предыдущих хозяев, которые ее сдавали. Гараж. Да, вообще, да? Просто бери и сдавай. А здесь классно еще, что это первый этаж, поэтому свой выход на террасу такую небольшую. То есть для детей это прям безумно удобно, потому что наши дети, они живут на улице в основном. Да, тут все прям реально уже продумано. Солнце, чтобы не шарашилось. Очень красиво. Пойдем спросим у Леши экономику. Вот это по чем ты думаешь бы сдаваться? Это будет сдаваться где-то по 800-900 долларов в сутки в среднем. Слушай, какой риск того, что этот комплекс скажет, мы решили, что больше не будем делать с РБМ? Эти комплексы специально строили под инвесторов. То есть комплексы, которые под людей заточены, обычные семьи, они не такие шикарные. Просто тоже интересно, что экономика идеально, наверное, сходится. Тут есть загруженность. Да. Почему продают ее? Ребята просто перекладывают деньги. Ситуация с моими клиентами. Мы купили дом 6 лет назад за 600 тысяч. Сейчас он стоит 1,2 млн. И у тебя слишком много денег внутри лежит, чтобы было выгодно его держать. Тебе надо его продать и купить два других. И самое главное, нет налоговых последствий в этих сделках. Вы помните, что инвесторы делают 10-31 обмен. То есть, если, допустим, ты, Марина, купишь себе дом за 500 тысяч и потом продашь его, допустим, за 10 млн. С 9 млн. 500 тысяч тебе нужно будет заплатить подоходный налог. Это long-term capital gain tax, это 35-40% в зависимости от того, в каком штате ты находишься. Если ты скажешь, а это было не мое собственное жилье, а инвестиция, то тогда налоговых последствий не будет. Ты все эти деньги просто перекидываешь в следующий дом и вместо того, чтобы в нашем случае заплатить 3 млн. долларов налогов, ты не заплатишь вообще никаких налогов и купишь следующий дом и следующий дом и следующий дом. Круто. Именно так инвесторы разрабатывают деньги. Да, налоговый кодекс США писали в Илкаре. Для богатых людей. Для богатых людей с квартирами, с стоками и так далее. Да. Покажу вам еще один вариантик, тоже 1 млн. 200. Этот немножко подальше от тусовки, но посмотрите, они отремонтировали под себя. И когда ремонтируют под себя, это, конечно, сразу видно. Это просто вот пятизвездник. Посмотрите на это. Спальня. Идет сразу с мебелью. У них уже есть разрешение на краткосрочную сдачу. Вот это тоже важный момент, который надо выяснять. Тоже двухбедрумный. Машинка, стиралка, гостевая спальня. Представляете так, с двумя, две семьи, или, ну, в нашем случае, одна семья заезжает. Класс. Здесь вот, здесь сидишь, работаешь с таким видом. Почему не дом, да, для первого? Все считают, что лучший дом, но, к сожалению, ну, типа, ребята должны были переделывать сами лендскейпинг, да, то есть огород, условно. 300 тысяч долларов. Что-то сломалось? 25 тысяч долларов. Провести электрику к джакузи? 25 тысяч долларов. Здесь ты платишь 1200 долларов квартплату, но у тебя об этом, обо всем заботится дом управления. Мне кажется, для первой проперти, для меня, это, ну, для нас с Димой, которые не хотят никуда ездить, это работать будет лучше. Посмотрите сразу. Все, и кофемашина хорошая, это прям очень важно. У меня в AirBnb, естественно, тоже так вот, и все готово. Как у меня дома тарелки? Ну, в Петербурге такие тарелки. Смотри, как классный холодильник. Ты видел, кто-нибудь такой? С подвозь на тушке. Ага, ну, ты сразу видишь, что это там. А что есть, что-нибудь. Ну что, ребят, если честно, меня очень вдохновила недвижка на Гавайях. Сейчас подходящих вариантов для нас нету, потому что все хорошие быстро разобрали, но мы будем просто ждать в этих локациях новые квартиры. А пока мы отправляемся домой. Ну все, наше путешествие закончилось. Мы вылетаем домой. Эмилия крайне недовольна таким положением вещей. Надеемся, что в ближайшие месяцы получится выбрать квартиру, которую мы хотим купить. Я прям прониклась максимально Гавайи. Самое классное, что ну, кто живет в Европе скажет, чему ты радуешься, что здесь всего пять часов до дома. Но знаете, когда летаешь на Мальдивы или в Таиланд, от нас летит там по 16 часов. Это гораздо, гораздо легче то, что сейчас мы летим. Это же Мальдивы и 26 лет. Очень интересный самолет. Мы сидим, как бы, против движения. Спасибо, что смотрели этот влог до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. До следующего века. Влога.